Микс Ньюс. Да, добрый день и добрый вечер. Еще раз, уважаемые радиослушатели, сейчас у нас еще один эксперт, Юрий Соколовский, которого, я думаю, наши радиослушатели прекрасно помнят и по работе в Сейме, и в Европарламенте. Вот как раз есть возможность подвести такие политические, можно сказать, и международные итоги года. Юрий, вот тебе что запомнилось, если вот смотреть на политические события прошлого года, теперь есть возможность взглянуть и на Сейм со стороны, там тоже масса интересных событий происходила. Бескомпромиссная законность, кстати, шагает по стране. Ты, наверное, обратил внимание. Вот, может быть, несколько слов о том, какие ты итоги хочешь? Ну, на европейском уровне это, безусловно. В конце концов, после долгого скрепения дверьми, наконец, Великобритания определилась, и в этом году она точно покинет Европейский Союз. Теперь уже без вариантов. Теперь уже без вариантов после выборов декабрьских в парламент Великобритании. Но эта сага еще не закончена. То есть впереди еще несколько томов, потому что это будет еще большое, до конца года должно быть, будет быть большое соглашение между Европейским Союзом и Великобританией. Это будет очень долго и мучительно. Еще неизвестно, будет ли в течение года это соглашение заключено. Может быть, потребуется и продление, может быть, нет. Так что мы увидим продолжение вот этого марлезонского балета. А второй момент, вот, собственно, интересный момент сейчас решающий, который будет, может, буквально в этом году решаться, о том, что, собственно, с кем Великобритания будет. То есть она будет все-таки больше с Европейским Союзом или с Соединенным Штатами Америки. Потому что нельзя сидеть на двух стульях. То есть сейчас все-таки Великобритания была частью Европейского Союза и привилегированным членом Европейского Союза. Мы знаем, что у них были и скидки, и у них была единственная страна Европейского Союза, которая могла не вводить евро, нет обязательства вводить евро, своя финансовая политика. При этом они еще были финансовым центром, который обслуживает, собственно, операции с евро. И вот теперь им надо определяться. При этом, если были когда-то времена, когда такие страны, ну, так скажем, не лидеры небольшого, не крупного калибра, среднего размера, а у них была достаточно большая степень свободы, то теперь им надо будет определиться. Либо они заключают договор в Европейском Союзе, получают доступ к рынку Европейского Союза, но за это они будут вынуждены принять на себя часть законодательства Европейского Союза, много обязательств, как это делает Швейцария, как это делает Норвегия. Ну, то есть, они выполняют решения, принятые Европейским Союзом, но только не участвуют в их принятии. Либо второй вариант, который тоже озвучивал и премьер-министр Джонсон, и президент Соединенных Штатов Америки Трамп, о том, что заключить соглашение о свободной торговле с США. И вот сейчас, в этот год, в этот ближайший год, будет фактически приниматься очень важное стратегическое решение. То есть, все-таки будет Великобритания часть, ну, как бы не частью Европейского Союза, но, во всяком случае, в сфере влияния Европейского Союза, либо она отплывет в сторону Соединенных Штатов. То есть, одновременно сделать и то, и то, и то, и то? И еще нельзя заключить очень близкие договоры о свободной торговле, о включении и с одним, и с другим, потому что есть большие противоречия. При этом, с кем заключаешь, например, если заключаются какие-то соглашения с Европейским Союзом, то сразу накладываются ограничения на все последующие сделки. Поэтому здесь будет очень важный момент. Второй момент в европейской политике о том, что расширение Европейского Союза замораживается на какое-то время. Франция и еще несколько стран очень сильно возражают. И даже Балканы, которые, если посмотреть на карту, такая дырка внутри Европейского Союза, Франция, президент Макрон заявил, что мы, собственно, не должны, пока мы не реформируем Европейский Союз сам, мы не будем принимать новых членов. Почему это, с чем это связано? Это связано с тем, что все понимают, что критическая масса новичков, она уже изменила суть Европейского Союза, и уже имеются большие проблемы с Польшей, с Венгрией, с другими странами Восточной Европы, с южными странами, которые попали в финансовые сложности. И при этом отсутствуют внутренние механизмы, внутренние дисциплины. То есть, если страна, которая стоит в предбаннике и хочет вступить в Европейский Союз, она вынуждена, и там есть определенные критерии, которые она должна выполнить, и это дисциплинирует эту страну, то как только эта страна вступает в Европейский Союз, мы знаем, по примеру Латвии, в принципе, все начинают уже плевать на многие вещи, и оказалось, в последние годы, последние несколько лет, выяснилось, что нету, собственно, механизмов, как призвать к ответу этих хулиганов. И получается же так, что хвост вертит собакой, и этих хвостов становится все больше и больше, и вот Макрон против того, чтобы еще какие-то страны с еще более незрелыми демократиями, экономиками и прочим, еще вступили. И что потом с ними делать? Что потом с ними делать? Их надо финансировать. Они имеют право вето, они будут очень капризными, то есть они не хотят еще новых Венгрии, новых Польши, новых Греции и так далее. Так что вот это такой серьезный момент. И, кстати, если переходить к нашим домашним вещам, вот этим несуразицей внутри Европейского Союза, очень пользуются другие страны, в частности Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что если раньше влияние Соединенных Штатов Америки на территории Латвии, оно было, ну так скажем, было, но оно было достаточно опосредованно. То есть, ну там, как в бильярде удар от пяти бортов, то есть как-то попадает в лузу, ну вроде бы как не от удара Киа, а от удара от борт. Но как-то это было все более интеллигентно, более завуалированно. Вот это влияние делалось и только в определенных сферах. Ну, например, военный. Понятно, что ни один волосочек не упадет, или там в области спецслужб, без согласования с главным стратегическим партнером Соединенным Штатом Америки, МНАТО, который, собственно… То есть, сейчас это нереально. Да, то есть, это было уже давно, давно вот это как бы такой аутсорсинг произошел, что, в принципе, там, например, те же самые значения должностных лиц, оно, безусловно, согласовывалось и все. Но это была одна сфера, остальные сферы так особо большого интереса не было. Но мы видим за последние несколько лет о том, что поменялась очень сильно модель, и о том, что может одно решение регулятора в Соединенных Штатах Америки произвести революцию в банковском секторе, который создавался у нас тут 30 лет, и создавал определенную модель. И нет больше нерезидентского бизнеса, и некоторых банков, возможно, больше и не будет. А в ближайшем будущем количество их будет сокращаться. Вот мы видим, что одно только решение, это как было в средние века, отлучение от церкви, то есть можно было сделать с человеком все угодно, если его отлучили от церкви. Но в данном случае, что если США вводит регулятор какой-то, вводит какой-то банк, какие-то черные списки, то, в принципе, с этим банком можно сделать все, что угодно. А если человека внесли в черный список госкасса США, это примерно еще почище, чем в средние века отлучения от церкви. Ну, мы сейчас видим, какого человека внесли в черные списки. И что после этого случилось? И что после 30-летнего контроля этим человеком Венспилского порта, то есть фактически быстренько. Но здесь можно разделить не только интересы Соединенных Штатов, которые, скажем так, они заинтересованы были в том, чтобы зачистить здесь финансовый сектор, который оперировал деньгами из бывшего СССР, и создавал такую в этом аквариуме немножечко мутную атмосферу. Поэтому этот угол они зачистили. Второй момент, то, что они могут тоже... Сейчас вопрос о том, что если здесь стоят войска НАТО, то, собственно, и порт тоже не... Им не все равно, кто главный в каком достаточно стратегическом порту. Но дело еще один такой интересный нюанс, что одно дело то, что принимаются там, то есть там бьются точечно и достаточно мощная такая ядерная бомба в нашей маленькой песочнице. Но тут еще интересно поведение нашей так называемой элиты политической, которая теперь выстраивается в своеобразную такую модель, которая пытается предугадать, а что же, собственно, там в будущем решат и пытаются угодить. Пытаются так немножко вибрировать и предугадать. А что бы было им приятно, если бы мы сделали? Это одно такое. Вторая модель... А второй модель... Сейчас появилась новая интересная такая тенденция ездить туда и жаловаться на конкурентов. То есть с помощью надеясь на том, чтобы вот этот ядерный удар, он сокрушит конкурента, и таким образом можно будет решить а, политические или б, экономические какие-то проблемы. Сокрушить конкурентов. А третий уровень, который в этом магнитном поле существует, это уровень наших всяких разных чиновников и регуляторов, которые от ужаса, они не понимают, а когда, в какой момент развернется небеса и кого, какого поразить молнией. И от этого неизвестности становится еще более страшно, потому что они не понимают. И поэтому они стараются, например... Это касается, например, того самого финансового сектора. То есть, например, наш регулятор, Фук-Тук, комиссия по надзору за рынком ценных бумаг, они стараются настолько уже сточить все свои требования, чтобы вообще... Еще больше, чем... Еще больше, чем... Даже американцы вообще хотели бы, хотели бы. Но тут надо лучше пережать, чем не дожать. То есть, на всякий случай, чем больше дадим, тем меньше дадут. Если мы вспомним джентльмены удачи. Такое вот, чтобы там банки вообще боятся обжаловать даже очевидный бред, который, например, принимается, или то, что можно обжаловать, потому что они боятся, потому что... Будет еще хуже. Будет еще хуже, если кого-то разозлить. Вот это вопрос. Не потому что, а кого-то разозлить. Ну и, наконец, еще один уровень. То есть, это, например, там сами банки. То есть, если там... Я как-то вспоминаю... Недавно вспоминал про Орелл, скотный двор. И как-то был там такой эпизод, когда там начался массовый психоз, и там вдруг, например, все стали сознаваться в сотрудничестве с тем поросенком, который там исчез. Там был персонаж гусь, который признался в сотрудничестве и сразу съел ядовитых ягод, чтобы избежать наказания. То есть, у нас как бы вот тоже и банки, и эти. Да, вот они начинают есть свои ядовитые ягоды, там, сбавляться от своих постоянных клиентов, да, чтобы их там, не дай бог, не заметили американцы и не делали, чтобы, не дай бог, чтобы там их не заметил регулятор. То есть, лучше я прирежу каких-нибудь свою курочку, которая несет золотые яички, да, но меня не тронут. И лучше я выживу, ну, вот, голые босы. Так и происходит, потому что, я так понимаю, что у многих латвийских компаний, которые никак не связаны ни с офшорами, ни с какими-то нерезидентами, просто закрываются счета и без объяснения говорят, слушайте, ну, компьютер так вас выбрал. Лучше перебдеть, чем недобдеть. То есть, вот это по такому принципу, по этому действию. Но какая здесь проблема происходит? Ну, проблема происходит о том, что очень сильно упрощается бизнес-среда. То есть, например, если мы говорим о банках, да, то есть, это будет фактически тогда для такой бизнес-модели, которая обслуживает, там, не знаю, счета, там, пару госкомпаний и перечисления, перечисления за коммунальные платежи и налоги. То есть, в принципе, два-три банка, как у нас три оператора мобильной связи, то есть, в принципе, три-три банка с этим вполне справятся с такой задачей. При таком количестве населения. При таком были количество населения сужающимся при этом. Вот, поэтому здесь вот эта такая вот бизнес-модель на скукоживание, на, ну, так как так, опрощение, да, то есть, чтобы быть не многоклеточным, а одноклеточным, да, на мой взгляд, очень сослуживает очень плохую службу. Поэтому, в данном случае, вот эта бизнес-модель, такая вот политическая бизнес-модель, да, она не очень долгосрочна. Да, вот еще, может быть, такой вопрос, который хотелось задать. Вот, в контексте взаимоотношений Соединенных Штатов с Европейским Союзом как раз произошло, вот, буквально под занавес года, такое беспрецедентное решение, ну, по существу, санкции в отношении стран Европейского Союза, вот, за Северный поток-2. Ну, что касается России, ну, это уже привычная история, уже сколько лет с момента Крыма, и уже все привыкли. И те, кто вводит санкции, и Россия. Ну, вот, что касается санкций по существу в отношении Германии и даже других стран Европейского Союза, которые задействованы в этом проекте, это нечто новенькое. Ну, да, потому что здесь очевидно, здесь, причем, там достаточно большое рассогласование в той же самой американской элите, да, то есть нельзя рассматривать их как некий один организм с единой волей, там огромное количество всяких интересов, векторов, желаний, исторических каких-то моментов, то есть, поэтому сейчас, в данном случае, санкции – это какой-то такой вот, ну, сбесившийся принтер, да, когда какие-то предложения каких-то санкций в каком-нибудь, там, не знаю, в Сенате, в Палате представителей, в администрации президента, или еще где-нибудь, они очень быстро, достаточно быстро принимаются, потому что всегда очень сложно сказать, почему против, да, потому что против них сразу будет стрел. Поэтому, ну, вот это количество санкций, это вот такое показывает, ну, скажем так, опять же, то, что мы говорили, да, что раньше это было как-то завуалировано, да, то теперь это просто называют лопату лопатой, да, то есть просто вносят какую-то фамилию или какие-то банки в списки, да, или какие-то компании, да, и фактически все понимают, что все в ужасе отбегаются от этого прокаженного, да, и начинаются большие-большие проблемы. Но Европа, как раз-таки европейские страны, они уже с большим раздражением смотрят на этот процесс, потому что это не только касается, там, России, например, но, например, вспомним ту же самую историю с Huawei, да, когда американский президент в рамках своих торговых войн с Китаем фактически ввел санкции против крупнейшей компании, которая должна была обеспечить 5G-связь во многих странах Европейского Союза, да, то есть понятно, что здесь есть и гиполитическая война, и это есть и экономическая война. Понятно, что санкции против Северного потока должны расчистить дорогу к экспорту американского жиженого газа, большие мощности строятся сейчас, да, они должны быть, должны быть рынки сбыта. Европа очень хороший рынок сбыта, платят хорошо, богатые, никаких проблем с платежами, со всеми прочим, вот, но там есть конкурент, и поэтому этот конкурент должен быть очень сильно подвинут, потому что маленькие объемы неинтересны, потому что расходы на начало вот этого экспорта, да, на транспортировку, на строительство приемных терминалов, на разветвление, это очень большие, поэтому должно быть большое количество клиентов для того, чтобы это было рентабельно. Например, в Польше там есть, значит, вот этот терминал пожиженого газа, то есть он должен быть обладать какой-то клиентской изначальной базой. Если, например, самый большой потребитель Германия, она заключает долгосрочные контракты на поставку российского газа, то, в принципе, собирать по маленьким странам какие-то оставшиеся мощности, это не входит в план. То же самое коммуникации, да, то есть подвинуть китайцев, подвинуть, например, то же самое Huawei, для того, чтобы туда вошли американские компании, да, и, собственно, такое. То есть здесь очень жесткий бизнес, там не столько много идеологии, идеологию там всегда включается, когда нужно что-то продвигать или подвигать конкурента, да, но в основном просматривается всегда очень бизнес-интерес. Это правда. Вот, может быть, еще такой, в первой части такой вопрос. А можно ли говорить о том, что Европейский Союз, ну, даже вот с точки зрения каких-то внешней политики или поведения на международной арене, он как бы, не знаю, выступает как монолит. Может быть, это удастся сделать, сплотить Европейский Союз новому руководству Еврокомиссии? Я почему спрашиваю? Поскольку вот в самом начале ты сказал, что есть определенные там страны-хулиганы, ну, или также, можно сказать, та же Польша, она ведь и во внешней политике ориентируется, такое ощущение, не столько вот на какую-то европейскую солиданность, сколько на Соединенные Штаты, и говорят, давайте нам тут американские военные базы и так далее, и так далее. Вот Европейский Союз, он выступает как вот единое, целое на международной арене? На международной арене, к сожалению, там вот Европейский Союз очень слаб, тем более, что, ну, там такая система, что любая страна Европейского Союза может нажать на тормоз, и тогда вся машина никуда не поедет. И в результате все по разным причинам нажимают, и поэтому очень часто машина никуда и не едет. А это очень большая слабость в том мире, когда нужно очень быстро, гибко реагировать на какие-то вызовы новые. Это то есть такое ощущение, что Брюссель ни в каких международных конфликтах, как посредник, уже практически не участвует. То есть, если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, то внутри достаточно очень большая свобода, там 50 штатов, 50 законодательств, там очень разные, можете найти любую гибкую систему, любую систему для своего бизнеса, для проживания, для социальной системы, политика по отношению к профсоюзам и так далее. Но есть два кулака внешних. Это внешняя политика и это армия. То есть, это всегда федеральное правительство, которое оперирует этими двумя кулаками, делает. Но внутри это достаточно разнообразное такое меню. А Европейского Союза нету этих двух кулаков. Нету армии и нету внешний политик. Точнее, во всяком случае, наметки есть, но это кулак с распущенными пальцами, которые реагируют очень медленно и реагируют не всегда адекватно. Какой есть инструмент достаточно мощный внутри для больших стран, например, Германии, это деньги. Деньги еврофондов. Как раз-таки, если мы говорим об этом наступившем году, а как раз-таки в ближайшие месяцы будут очень важны. Для Латвии в том числе. Для Латвии в том числе, для многих здесь живущих людей. Потому что речь идет о еврофондах, которые Латвия получает почти миллиард в год, если так чистыми посмотреть, что решается на ближайшую семилетку. Семилетка начинается с 2021 по 2027 год. Сейчас 20-й год, это последний год предыдущей семилетки. Предыдущую семилетку на Латвии. Очень повезло, потому что фактически это тогда принималось решение. Это было посткризисное время. Страны Восточной Европы очень пострадали. И большой, высокий уровень безработицы. И Южная Европа. И тогда, собственно, принято решение помочь тем странам с низким продуктом, большой безработице. И как раз-таки большинство денег было направлено в том числе и в страны Восточной Европы для фонда выравнивания, социальные фонды и так далее. Что сейчас делают? После всех событий о том, что Венгрия отказывалась брать беженцев, Польша сбрыкивает, многие другие страны. Очень большие страны-доноры. Страны-доноры, это, во-первых, Германия, Нидерланды, Дания, Финляндия. Там так называемая, ее называют как бы жадная или скаридная четверка. То есть, она скаридная, но, с другой стороны, это единственный, кто платит. А один еще спонсор сейчас вот в январе, в 31 января покинет Европейский Союз. То есть, денег будет меньше? Денег будет меньше. Тогда, чтобы сохранить предыдущий объем финансирования, надо, чтобы все скидывались больше. А сейчас скидываются около 1% от ВВП всех стран Европейского Союза. Для того, чтобы компенсировать, надо резко увеличить. И вот эта скаридная четверка говорит, а мы не хотим. Вот на этой ноте интригующей мы буквально перевелась на пару минут рекламы. Юрий Соколовский у нас в студии, не переключайтесь. Да, Юрий Соколовский у нас в студии. Мы как раз прервались на очень важном моменте финансовом. А именно, что надо как-то увеличивать те взносы, которые делаются в общий котел Еврофонда. И я так понимаю, что четверка не очень-то хочет. Да, они не хотят увеличить процент, который они отчисляют. Они хотят, наоборот, сделать так, чтобы те же самые Восточная Европа отчисляла больше. Они сказали, что ВВП у вас увеличился. Безработица, ребята, у вас упала. Вы больше не бедные сиротки. Давайте впрягайтесь в общее дело, выделяйте больше. Но еще ситуация в том, что объем этих денег, которые перераспределяются через бюджет Европейского Союза, он вполне возможно не увеличится, а может быть даже уменьшится. А тут еще вопрос о том, какие будут приоритеты. То есть, если раньше было приоритет выравнивания, например, между Восточной и Западной Европой, то сейчас приоритеты немножечко изменяются. Например, там больше могут получить те страны, которые получают больше беженцев, там и сталкиваются первыми с этой проблемой. Больше могут получить те страны, то есть больше будет какая-то зеленая тематика, потому что председатель Европейской комиссии объявила о начале так называемого New Green Deal. Это по аналогии, это во время Великой депрессии президент США Рузвельт, так называемая его программа New Deal, которая была направлена на то, чтобы улучшить экономику во время Великой депрессии, создать рабочие места. Так вот, Европейская комиссия, значительные средства из еврофондов, планирует направить уже не на выравнивание, а на какие-то такие проекты, связанные с экологией, с производством зеленой электроэнергии, утепление зданий, энергосбережение и многие другие вещи. То есть поменяется структура, не только объем, но и структура. Поэтому на те привычные нам структурные вещи, которые у нас тратились на дороги, на какие-то реконструкции, на замену труб, этого будет гораздо меньше. Примерно планируется мало того, что в деньгах меньше, так еще если мы возьмем, ведь за это же время инфляция съедает. То же самое построить, например, участок дороги стоит гораздо дороже, чем 7 лет назад. То есть мы видим инфляция 2-3-4% в год. Соответственно, если одна сумма, через 7 лет мы можем на эту же самую сумму построить гораздо меньше дорог, чем продолжительность дороги, или замена теплотруб, например. Поэтому здесь придется делать. Здесь еще одна есть проблема, которой мы столкнемся. Дело в том, что никогда, так поздно не принимался вот этот бюджет, 7-летний бюджет Европейского Союза не принимался так. То есть фактически 2020 год заканчивается, а это решение еще не принято. А чем это чревато? Это чревато тем, что, а ведь большая машинерия, если, например, к лету будет принято окончательное решение, Европейская комиссия будет разрабатывать различные правила, новые программы. Это достаточно долгий процесс. Потом все это будет спущено к нашей латвийскими министерствам. Нужно принимать ряд законов, правил кабинета министров большой, чтобы эти программы заработали. То есть это может занять несколько лет. Может образоваться дырка. Деньги от предыдущих 7 лет закончатся. Где-то к 2022 году. То есть она по инерции еще может какой-то год продлиться. Денежки будут еще поступать от предыдущей 7-летки. А новые программы будут еще не начнутся. Может образоваться дырка. И достаточно большая. Насколько это серьезно, мы видели в мягком варианте в 2016 году. В 2016 году тоже самая дырка была от предыдущей 7-летки и новой 7-летки. И тогда на 18% упал объем строительства нежилых зданий в Латвии. И ВВП рост там не на 3-4%, а рост еле-еле на 1% вырос. То есть при этом это еще финансирование шло, оно просто уменьшилось. Теперь представим себе, у нас критический год может быть даже не 21-й, а 22-й, 23-й год. Если что-то не будет придумано, ускоренно. Особенно экономика к этому моменту может просесть довольно. Да, если мы учитываем, что где-то все ожидают, что 10 лет роста после капиталистической кризисы еще никто не отменял. Что где-то должен быть уже ближайший, уже новый, не знаю какой он будет по силе, глубокий или более мягкий по сравнению, например, с 2008 годом. То все это может очень сильно совпасть. Поэтому здесь есть определенные проблемы для нашей экономики, для нашего экономического чуда. Которое переживает последние несколько лет, когда там 3-4% роста ВВП в год у нас происходит. Но не будем забывать, что где-то 2,5-3% нам дают еврофонды. Этого прироста каждый год. То есть, если мы вычислим из нашего роста латвийской экономики эффект краткосрочный и долгосрочный еврофондов, то мы получим, собственно, рост латвийской экономики. Краткосрочный, потому что мы сейчас тратим деньги на строительство чего-то, например, или конструкцию чего-то. Мы платим зарплату и так далее. Это временный эффект. Долговременный. Мы пользуемся, не знаю, зданием, которое мы утеплили. Получаем какую-то экономию. Мы тоже получаем какие-то дополнительные средства. Поэтому в данном случае, если учитывать то, что роль еврофондов в нашей экономике очень велика. Поэтому решения, которые будут приниматься в ближайшие полгода, даже в ближайшие несколько месяцев, будут очень важны. Несмотря на то, что это, как кажется, что-то они там принимают и так далее. Так вот, это то, что они там принимают, в принципе, будет очень важный момент. В ближайшие 7 лет они будут оказывать очень сильное влияние как на экономику, на рабочие места, на зарплаты и многое такое. Вот этот феномен, который мы наблюдаем в прошлом году, Грета Тумберг, тем не менее, она выписала, если так можно сказать, джин из бутылки. Сейчас эта зеленая политика, я так понимаю, один из приоритетов и Европарламента нового, а не у Гриндин. Что это вообще значит? Это значит, здесь есть, скажем так, идеологическая составляющая, потому что подросла некоторая, если не определенная смена поколений, которая понемножечку по-другому воспринимает мир и считает, что это действительно угроза достаточно серьезная может быть. С другой стороны, это есть еще и экономическая составляющая, потому что, скажем так, если в некоторой игре вы достигли определенного мастерства, то вам было бы интересно вовлечь всех своих партнеров и конкурентов в эту игру, потому что в ней вы, скажем так, с гаражей большей долей вероятности будете выигрывать. То есть Европа, она лидер по всяким разным экологическим технологиям, чистым технологиям, и поэтому, если Европе удастся, скажем так, убедить или принудить всех остальных играть по этим правилам, то Европа будет лидером. Кроме того, конечно, Европе выгодно, например, с этой точки зрения чистой энергии, то есть большинство энергоносителей Европа импортирует, и поэтому, скажем так, Европа тоже хочет избавиться от зависимости от вот этой статьи импорта, и во всяком случае частично, насколько это будет возможно, сразу это не будет возможно. И, соответственно, если будут технологии, если они первыми будут вкладывать и внедрять эти технологии, то, соответственно, когда другие вынуждены будут приходить к лидеру и покупать эти технологии, и, собственно, внедрять у себя. Поэтому здесь есть тоже экономическая составляющая, поэтому это и называется, в том числе, неудил, то есть внедрение также большое количество инфраструктурных проектов, например, строительство железных дорог, которые считаются, скажем так, наиболее экологически чистым транспортом, которое переводит большое количество населения, которое каким-то образом может, например, замещать, например, полеты, которые экологически нечистые, или там, например, какой-нибудь транспорт, который использует, например, дизельное топливо, но в том числе, то есть все эти проекты, например, связаны с Rail Baltic, которые делаются, но оно не напрямую так связано, но в том числе и связано с вот этим экологическим аспектом, который сейчас в приоритете в Европейском Союзе. Вот, говоря, может быть, так вот, перебрасывая мостик с международной или с европейской политики на латвийскую, вот, учитывая твой опыт работы в Сейме, изменилась сейчас вообще латвийская политика? Потому что одни говорят, что, ну, может быть, лица отдельные поменялись, но правила все те же. Другие говорят, особенно ветераны латвийской политики, что вот в времена правления Щева, которого считали чуть ли не авторитарным, руководителем, по сравнению с тем, что происходит сейчас, щело чуть ли не оплоть демократии. Вот как ты со стороны, вот, наблюдая за латвийской политикой и за новым Сеймом? Ну, я не думаю, что тут как бы так как-то демократия как-то пострадала, потому что, ну, я не очень уверен, что она полностью построена. Вот, поэтому здесь, в этом аспекте такое. Но с точки зрения, например, того, что, ты читал, дискуссию по поводу того, были более самостоятельные, как бы более самостоятельные политики в 90-х, в начале 2000-х, чем сейчас. Ну, вот, если мы видим последние, последние вот эти события, да, когда, ну, немножко другая модель. То есть, если у нас в 90-е годы произошло нарождение такой аллергархической бурразии, которая там использовала приватизацию, которая воевала между собой, да, это были, конечно, в масштабах Латвии какие-то достаточно большое, то есть, они вынуждены для того, чтобы удержаться, они должны были и политическое влияние поддерживать, экономическую мощь, да, и иметь влияние в силовых структурах. То есть, тогда это была большая, большая, такая большая битва. Сейчас ситуация упростилась. Во-первых, тогда еще мы, то есть, законодательство было все открытое, да, то есть, переходные модели, новые законы, еще не были ни членами НАТО, ни членами Европейского Союза, соответственно, все трансформировалось, большие изменения происходили. Вот сейчас, если НАТО, то НАТО, если Европейский Союз, то Европейский Союз, да, то есть, директивы, регулы, требования, там, партнеров, аппанатов, от которых нельзя отказаться, все важные моменты, они уже приняты решение, поэтому достаточно каких-то таких революционных сейчас что-то занимаются, это перераспределение, да, то есть, вот, отнимают у последнего представителя, скажем, того, латвийской, вот этой олигархической буржуазии, которая формировалась в 90-е годы, да, вот, отжали порт, да, то есть, фактически. Раз за сутки выкинули представительство управления. Фактически за сутки, ну, пользуясь под шумок, да, то есть, попалась какая-то геополитическая какие-то вещи, да, то есть, там, фактически такая, то есть, и решили свои собственные вопросы, свои собственные интересы, да, но, вот, как мы видим, сейчас, вот, как я уже сказал, что, вот, формируется такая ситуация, что будет бегать к сюзерену, да, и жаловаться на друг друга, и пытаясь сказать, что, вот, знаете, а они про вас такое говорят, да, и говорят, ну, не слушайте, а они про вас такое говорят, вот, они все там продались, да, нет, они все продались, да, ну, то есть, это такая вот, ну, скажем так, наушничание, да, то есть, такое, вот, то есть, это, поэтому немножечко, ну, если говорить, что поизмельчали, Ну, крупные никогда не были, да, но сейчас, если там национальный буржуазий, при том, как там к ней не относиться, да, и что они там не делали, да, они пытались каким-то образом, пользуясь той неразберихой, которая царила в то время, какую-то свою политику проводить, да, вот, то сейчас здесь уже, ну, такие управляющие, да, то есть не крупных федераций. Да, вот еще один такой, не знаю, в какой-то степени политический феномен, поскольку в новейшей истории Европейского Союза еще не было случая, когда распускалась столичная именно муниципалитет, то есть какой-то столица страны Европейского Союза, сейчас этот процесс запущен, чуть ли не в январе он может закончиться, вот как ты на все это смотришь? То есть, с одной стороны, наверное, какие-то поводы сама Рижская дума дала, тут вопросов нет, но с другой стороны, весь этот процесс, вся эта возня вокруг этого, за вывоз мусора, который вывозится, в общем, как на все это посмотреть? Ну, понятно, что идет жесточайшая борьба за власть, Рига – это миллиард, миллиард бюджет, миллиардный бюджет, собственно, это, не знаю, даже больше, чем половина Латвии, да, поэтому большая будет битва в ближайшее будущее. Ну, и все методы хороши сейчас идут в бой, да, поэтому единственное, что сейчас этот, насколько я понимаю, этот законопроект застрял, потому что, ну, юристы, которые все-таки, ну, которые все-таки себя еще уважают, да, они говорят, ну, во всяком случае, ну, нет, конечно, вы можете такое сделать, но повод и обоснование юридическое должно быть таким, ну, которое дело. Потому что иначе, если сделать это, ну, скажем так, в угоду, сиюминутную угоду, да, то тогда создается прецедент, и тогда это ящик Пандоры, тогда любое самоуправление по еще, там, таким же или меньшим поводам, да, может делать. Фактически происходит подчинение, подчинение самоуправлений, фактически Министерству по делам регионального развития, да, то есть это будет у нас суперминистерство, да, которое, фактически, которому на поклон должны будут ездить любые мэры, любых городов и весей, да, тем более сейчас они там будут укрепляться, укропняться, да, и, в принципе, если можно завоевать мусор Ригу, то почему нельзя там какое-нибудь более мелкое самоуправление за пробежавшую крысу, да, но понятно, что поводы существуют, да, но просто так вот под угоду, там, сиюминутным интересом, да, подбивать вот этот закон и создавать прецедент, это было бы очень опасно. Да, может быть, еще такой вопрос, который, ну, как бы напрашивается в свете того, что в прошлом году как раз в Латвии появился новый президент Герс Левиц, определенные силы связывали с ним большие надежды, и он, наверное, как и по традиции, как все президенты, начал говорить о том, что он хочет стать президентом всех латвийцев. Вообще ему это удалось, или он это и не пытался? Ну, вот, у меня создалось такое ощущение, что он был благодарен правящей коалиции за поддержку, и, в принципе, как бы тоже в ответ соглашался и поддерживал все инициативы правительства, больше ничем пока новый президент не отметился. Может быть, я не прав и как-то к нему несправедлив? Ну, я думаю, что я знаком с Эгелом Левицем. Лично? Лично, да. Приходилось сталкивать по профессиональной деятельности. Он своеобразная личность, он интересен себе в истории, поэтому он как бы не имеет, может быть, такого какого-то партикулярного, какого-то своего личного, не знаю, материального интереса, но он очень видит себя в истории. То есть для него это важно? Для него это важно, да, поэтому, собственно, то, что он, например, был автором вот этой преамбулы Конституции, для него это было очень-очень лестно, да, и это для него большой-большой такой допинг. То есть он как бы считает, что он свое имя в истории Латвии вписал? Он немножечко мессианского толка, поэтому я думаю, что через какое-то время мы можем столкнуться с такой ситуацией, правящей коалиции может столкнуться с такой ситуацией, в которой он, выполняя свою мессианскую миссию, да, он может разойтись с этой правящей коалицией и очень сильно их огорчить. А, поэтому не нужно думать, что он будет все время махать головой, да? Я думаю, что не будет, поэтому он сейчас соглашается, потому что он считает, его позиция совпадает пока с позицией некоторых партий правящей коалиции, да, но через какое-то время эти дорожки могут разойтись, и это может закончиться достаточно большим конфликтом. То есть правящей, в принципе, не надо обольщаться и думать, что он все время будет молодцем. Не надо обольщаться, они думали, что они просто такого-то юриста, да, такое, да, но он может... Может вступать. Может по своей программе... Ножкой. ...начать действовать. Это как бы, ну, примерно, я думаю, что в чем-то напоминает Затлерс, Валдиса Затлерса. Даже не Валентифрейберга, а Затлерс. Валентифрейберга, кстати, тоже в какой-то степени, да, и Валдиса Затлерса, да, то есть у нас есть такие варианты, как Андрис Берзинч, да, и... Вейнис, да, которые как бы, ну, особо ничем не отличились, да, но конфликты никакие не впадали. То есть здесь вот есть какая-то мессианская роль, да, и он еще всем покажет. Другое дело, что он действительно хочет, он действительно думает, что он делает большое благо. Например, с тем же, как вот, собственно, благодаря нему вот этот преамбулу Конституции, да, а при этом преамбулу Конституции, она не просто так, да. Например, решение Конституционного суда по поводу школ, да, нацменьшинство... И опирается на эту преамбулу. Опирается на эту несгораемую преамбулу, да, как некий краеугольный камень такой. То есть это казалось, что, а, ну, что там, запишут какие-то несколько строчек, да. Вступление, ничего не значащие. А как раз-таки вот эти строчки, они являются вот тем краеугольным камнем, вокруг которого все ходят, и в том числе юристы Конституционного суда, когда они трактуют, например, какие-то из... Поэтому в данном случае... Да, и они говорят, что да, дискриминация есть нацменьшинство в этом решении, но есть же историческая справедливость, говорят, они и тут же отсылают к намбулу. Отсылают, кстати, если раньше это было как бы некое обознание сделано, то есть не было дела. То есть при этом есть у нас юрист Эгглс-Левиц, который выполняет свою мессианскую миссию, желая блага для всех, он не считает. То есть он не является националистом в каком-то степени, да, то есть у нас есть вот как бы националисты, которые делают гадость, он думает, что он делает благо. Я не знаю, в какой ситуации хуже, да, то есть когда националист говорит, что-то мы вам покажем, да, потому что вы нам не нравитесь, или мы вам хотим сделать хорошо, поэтому мы вам сделаем так вот, да, чтобы вам там... Вот, я не знаю, какая модель лучше, да, поэтому, ну, во всяком случае, вот не видится, что вот президент нынешний латвийский, вот он устроен так. Да, может быть, такой последний вопрос, мало времени у нас остается, но, тем не менее, не могу не задать вопрос, связанный вот с дискуссией, которую неожиданно развернул, неожиданно президент России Путин. Мы знаем, что был ответ Польши. Это может вылиться в какое-то, не знаю, большое противостояние, не знаю, России с Польшей, может быть, с другими странами именно по истории? Или это такой вот локальный момент? Здесь история, с одной стороны, это, может быть, сказать локальный момент, но, с другой стороны, в ближайшие годы мы увидим противостояние по газовой части, потому что польская газовая компания, которая закупала, она, я уже не помню конкретно, но, по-моему, то ли в 22-м году истекает срок контракта на поставку российского газа в Польшу, и, собственно, у Польши есть вот эти газовые, вот эти приемочные станции свиноваются, да, и у них есть еще амбиции расширить, то есть они, видимо, хотят не только сами себя обеспечивать, но и могут быть проблемы с российским транзитом. Да, поэтому это, можно сказать, некоторая прелюдия, на мой взгляд, что это может быть какая-то, какой-то, вот в ближайшие пару лет мы увидим здесь такую точку противостояния. То есть это не столько о прошлом, сколько о настоящем и о будущем, да? Да, и большой, большой комплексный вопрос будет. Не только об истории, да? Не только об истории, но и о газе, экономическом, экономическом влиянии, политическом и многих других вещах. Юрий Соколовский у нас был в студии, и большое спасибо.